всем привет я на станции мукачева только что высадился из поезда вот стоит мой велосипед мой паул еще в собранном виде и отсюда начинается мой одиночный велопоход по венгрии ну что поехали все выехал с мукачева собрал велик вроде все нормально еду на пункт пропуска лужанка через берегово поезд чуть-чуть опоздал короче выехал где-то в 11 до пункта пропуска 33 километра по трассе вообще сегодня запланировал до места ночевки 75 километров поэтому надо чуть поднажать трасса настолько оживленная что решил еще не доезжая до венгрии одеть вот такую фигню которую я еще купил два года назад на алиэкспрессе специально для поездок за границу теперь я надеюсь она пригодится чувствуется что закарпатье чувствуется что рядом венгрия все кафешки предлагают венгерскую кухню и везде продают венцо ну и вот такие католические храмы которых нет у нас центральной украине въезжаем в берегово уже надписи все дублируются на венгерском языке здесь очень много венгров живет в этом регионе и здесь у меня задача сейчас чуть-чуть обменять денег на венгерские форенты найти обменник это еще украина но уже такое ощущение что я за границей везде слышу незнакомую речь и надписи на венгерском языке обменял деньги хотелось бы тут задержаться побольше но я спешу к границе прикордон на смуга и вот она очередь очередь за границу сколько машин надеюсь пешеходам и велосипедистам не надо ставить такую очередь ну что я в венгрии ребятки пару слов про прохождение границы небольшая очередь для пешеходов ну заняло не больше получаса спросили куда едешь наши вообще ничего не спрашивали эти спросили куда едешь я сказал турист справку про вакцинацию никто даже и не спрашивал не смотрел немного осмотрели мой баул и все поставили штампик и я в венгрии и да здравствует безвиз и сразу все другое вот перед все к линию называется державный кордон украины и сразу все друг другое совсем другие улицы совсем другие дома до как долго я этого ждал и я опять немножко волнуюсь потому что я один и я хочу в этом путешествии не просто показать венгрию какая она есть хочу рассказать о том как это ехать самому в одиночку не знаю языка кстати говоря венгрия венгерский язык один из 20 самых сложных языков в мире так вот хочу показать именно путешествие в одиночку как это все происходит и я знаю что может быть по вечерам не будет немножко ну не страшно но как-то грустно или тоскливо одиноко и я как бы знал это но все равно осознанно пошел хочу попробовать как это я никогда не ездил в одиночку за за границу на такое долгое время но время то общем недолгое сравнительно короче посмотрим все эмоции все что будет со мной происходить я буду передавать но пока я испытываю радость что я наконец-то попал за границу и совершаю свое свой байк travel путешествие на велосипеде по венгрии интересно между населенными пунктами едешь по трассе только въезжаешь в населенный пункт стоит знак велосипедом по дороге нельзя идет велодорожка тире тротуар и по населенному пункту едешь по тротуару еду по трассе от нашего пункта пропуска и вот меня обгоняют машины и сразу видно кто за рулем венгр или украинец наши обгоняют в притирочку венгры выезжают на встречку чтобы обогнать хотя и еду прямо по обочине вот культура вождения сразу чувствуется в польше я точно такое же наблюдал вот как это прочитать а это населенный пункт называется ваша рожь на мень и здесь протекает река киса я планирую в ней искупаться очень жарко я вообще прокладывал маршрут так чтобы по максимуму избегать трасс ехать какими-то второстепенными дорогами по деревням поселом и так действительно ехать приятней может быть чуть дольше и по километражу как я уже говорил километраж не главное главное впечатление главное посмотреть на венгрию изнутри изнутри не взглядом туриста которого возят на автобусе по экскурсиям а изнутри как живут люди блин ребята как я об этом скучал еду по велодорожке по берегу реки тисы и здесь я присмотрел еще дома на гугл-картах какую-то кемпинг зону с пляжем хочу глянуть и искупаться в реке тиса и пополнить свою географию рек в которых я купался огромная территория домики отдыхающие возле каждого домика мангал и река и и вот как выглядит пляж по-венгерски такой не лучшего качества песок мутная река тиса загородка а тут переодевалки кафешки и вроде бы все то же самое жарко речка люди купаются пляж но и в то же время все по другому но я заслужил бокал пива как вы считаете венгерского думаю да заодно и тут пообеда водит аж обляпался класс написано welcome beer zone добро пожаловать в зону пива я как раз в зоне пива уставший но счастливый искупался сел перекусить по поводу купания сразу что хочу сказать потому где огорожено там пояс глубже нету вода мутная все ходят по колено никто не окунается но вода такая освежающая я просто чего сравниваю я буквально неделю назад был в водном походе по реке псел с кристально чистой прозрачной водой и это мутная вода конечно нашему псу подметки не годится но я освежился вода освежающая и хорошо перекусил хотелось бы задержаться тут побольше отдохнуть чуть-чуть но надо доехать сегодня до планируемого места ночевки а время уже поджимает поэтому лучше я отдохну вечером ваша рожь на мень добро пожаловать странник странник это я жарко освежимся сегодня воскресенье все магазины закрыты у них все закрыто но мы уже научены поэтому заехал на заправку взял себе водички только на заправках воскресенье можно что-то купить но и средка еще в больших городах работают какие-то супермаркеты в основном все закрыто по карте я проезжаю какие-то деревни но это не такие деревни как у нас это такие деревни вот такие вот красивые с чистенькими улочками без мусора и всегда очень мало людей на улицах почему-то не ермада здесь будем набирать воду у них тоже есть сердечки в населенных пунктах только смотрите в этих сердечках они собирают пластиковые пробки то есть и тут с пользой сюда кидают пластик вот так набрал воды пообщался с местными они не понимают по-английски я не понимаю по-венгерски так и поговорили вот оно озеро и на google карте озера и тут озеро и в осмонде озеро на самом деле нет озера ну будем сейчас искать место где-то тут все хватит на сегодня если у нас мы всегда старались найти место для ночевки красивым пейзажем то здесь я знал что с этим будут проблемы и тут главное найти место для ночевки чтобы не на частной территории и чтоб ты никому не мешал и чтоб тебе никто не мешал и желательно чтобы тебя никто не видел хотел стать возле озера но тут озера нет как вы поняли и вот так вот в посадочку я заехал здесь и поставлю палатку на краю поля в посадочке душ у меня есть вода есть час приму душик и буду ужинать очень жарко в итоге сегодня 80 километров проехал такой немножко сумбурный день ехал весь день и ехал по жаре очень жарко наверное надо в обед делать перерывчик ехать утром и вечером днем отдыхать вадим спасибо тебе за душ это просто супер ребята всем рекомендую кто собирается вот в такие трипы ехать вот такой душик маленький место не занимает стоит недорого но ответьте в такой целый день жарко пропотел думал остановиться возле озера озера нету принял душ ну совсем же другое дело совсем другое дело конечно хорошо когда едешь с женой она все готовит а тут приходится самому все делать и вот мой сегодняшний ужин гречка с салом с луком овощи аджичка ну хлеб хлеб естественно ну и я думаю что чуть-чуть алкоголя за первый день вечером я заслужил как приятного аппетита все я управился на сегодня поужинал палатку поставил все упаковал все расставил велосипед пристегнул время 20 минут 9 солнышко еще не за не зашло кстати тут на час раньше то есть у них 20 минут 8 только можно в принципе ехать где-то на полчаса или час даже больше я 6 часов стал на стоянку можно остановиться наверное всем одиноко тоскливо на удивление пока нет все нормально буду наверно спать уже ложится а завтра рано встану и вперед пока не жарко вот я просто увидел внизу до всякого где-то не вижу то есть сейчас сама и Продолжение следует...